Развивайте свое дело вместе с любимым каналом. Министерство по делам семьи и социальной политики Турции объявило книгу английской писательницы Алиса Осман с замиранием сердца вредной и непристойной публикацией. Как отметили в министерстве, история, повествующая о любви и жизни двух подростков-геев, пагубно влияет на духовность лиц моложе 18 лет, передает голос Турции. Книга, написанная в стиле комикса, была опубликована на турецком языке в журнале Foreign Publications в начале 2021 года и стала популярной среди турецких подростков Стамбула и Анкары. Комиксами заинтересовалась и Стамбульская прокуратура. В результате на продажи и распространение книги были наложены серьезные ограничения. Ее нельзя продавать открыто в книжных магазинах или в интернете, рекламировать, продавать детям или приносить в школы. Книжные издатели, оппозиционные колумнисты назвали это решение антиконституционным. По их мнению, свобода публикации литературных произведений – это право, гарантируемое Конституцией. Примечательно, что книга с замиранием сердца входит в топы по продажам в турецком сегменте Amazon. Тот же Amazon продает ее в Турции со скидкой 70%. За последние три года в Турции около 20 книг были объявлены вредными. Как известно, гомосексуализм и лесбиенство канонически запрещены в исламе. С точки зрения религиозной и общественной морали, даже более пагубны и скверны, чем при любодеянии. В священном писании такого рода сексуальное отклонение называют аль-фа-ахиша, то есть непристойный поступок, разврат. В Коране говорится «Не приближайтесь к различным непристойным поступкам и формам разврата, как явным из них, так и завуалированным, скрытым». Коран 6.151 Богословы делают акцент на глаголе «не приближайтесь», то есть не делайте того, что может привести вас к непристойному поступку. В том числе избегайте определенного круга общения, мероприятия с развратным уклоном, чтения литературы, философские размышления и так далее. А вы согласны с решением Министерства Турции по ограничению продаж книги на ЛГБТ-тематику? Напишите свое мнение по этому поводу.